1 Тимофея 4,16 Здесь написано так Не хай всегда и лечение Занимайся этим постоянно И вот так поступай И себя спасешь И слушающий себя Итак, Писание говорит Вникай в себя и в учение Занимайся этим постоянно Для чего это надо делать? Для чего это надо делать? Кто-нибудь задумался? Вот входим мы в церковь Мы собираемся вместе Мы поем им Господу Но что-то еще делаем Где-то еще служим Все действия может быть На больных руки вознадает Но вот эта часть Тем она исполняется Честно Раз Но вообще я хочу сказать Что это делаем мы очень и очень редко Вникать в себя Очень сложно Вникать в других Гораздо проще Поэтому Писание нам рекомендует Вникать в себя и в учение Самое интересное Что еще Нужно вникать в учение В Деянии 8.31 мы читаем Что он ехал Который ехал И пытался разобрать Писание Пытался читать Писание Но Сам не мог И к нему был представлен Филипп Был господом Филипп Вот тут интересный такой момент Когда человек Делает то что он может делать Делает то что он может делать Он может читать Писание И пытаться туда вникать Не всегда оно понятно И так В Писании не всегда понятно Мне непонятно например Как стать меньшим Чтоб стать большим Мне до сих пор непонятно Чуть-чуть уже понятно Но еще не до конца И поэтому я еще дальше вникаю В Писание Глубину эту Чтобы вот это слово исполнить Потому что Богу очень важны Не слышатели А исполнители слова Аминь Аминь И если так написано в Писании Значит надо так сделать Но сделать я этого не могу И мне нужно очень глубоко изучить Что имеет в виду Господь Мне нужно очень глубоко проникнуть В это Писание Что имеет в виду Господь И как мне это исполнить И когда Евг Пытался вникнуть в Писание Он делал то Что он мог делать А Бог это видел И послал ему Филиппа разъяснить Аминь Итак Значит мы уверены в том Что если мы будем вникать в Писание То будет наставник Будет апостол Будет учитель какой-то Апостольный Господом Который разъяснит нам это Писание И мы поймем Что это такое Ну из сегодняшнего Нашего собрания Мы попробуем вникнуть Что же Почему Писание говорит Вникать в себя Значит Большинство людей Они не знают Каковы они на самом деле Кто из вас Заглядывал в свое сердце Глубоко-глубоко Кто уже сделал это И увидел себя Ну и как там? Лучше не спрашивайте Лучше не спрашивайте Когда Мне Господь показал Мне мое сердце Да Я не поверила Я сказала Быть не может Это было что-то такое Страшное Я с ужасом Я потом вот так Начала Бога бояться В тот день Когда Бог мне показал Мне манежи сердца Люди подобны глазу Который видит все Обозревая все Но себя не видит Так А как может глаз себя увидеть? В зеркале Да? Точно так же Мы можем посмотреть В зеркало Писание И увидеть себя Мы себя не видим Мы не можем увидеть свое Я И когда мне что-то говорят Мне на Александровну Типа Что-то Не выйдетесь Раздражайтесь Знаете Как я это не люблю слушать Знаете Мне это неприятно Особенно Когда мне Там Массы Ставят Мя На место Вот И Когда мы читаем Иеремию Где написано Серце лукава Человеческое лукава Это крайне испорчено Вы можете себе представить Что такое Крайняя испорченность Лукава Это крайне испорченность Что такое Крайняя испорченность? Это то Что не годится К употреблению И его нужно выбросить С ним не нужно иметь Никакого дела Никаких отношений С плотским нашим я С нашим сердцем С нашим вот этим вот Внутренним человеком Который создан Не по Богу По Богу создан человек Который новое творение Но этому новому творению Надо расти И подниматься А самое ветхое творение Оно сильное Оно мощное Оно укорененное Оно освободенное На ценностях мира сего И все наши Какие-то желания Какие-то поступки Какие-то эмоции Они чаще происходят Из старого ветхого человека Чем из нового И Может быть Людям кажется Иногда кажется Что это Лукавое Крайне испорченное На что-то все-таки Сгодится Но Бог говорит Нет И никто не узнает Его Кроме Бога Так написано в Писании Кто узнает Его Бог исследует Бог его знает И поэтому Глядя в Писание Мы начинаем смотреть Как мы не соответствуем Этому Писанию Как мы не соответствуем Образу Бога Насколько мы Уклонились от Него Насколько мы Испорчены Насколько мы Лукавы Насколько Насколько неправды У нас есть Чтобы соответствовать Укразу Господа Бытие 65 говорит Что все мысли И помышления Сердца Людей Злого Всякое время В Откровении 3.17 написано Ибо Ты говоришь Я богат Разбогател Ни в чем Не имею нужды А не знаешь Что ты несчастен И жалоб И нищ И слеп И нарк Когда Бог Мне начинает Показывать Мое сердце Кроме Того Чтобы Найти Такое состояние Дайте Мне куда-нибудь Скрыться Покройте Меня Кто-нибудь Потому что В присутствии Божьем Я вижу В себя Ужасно Я вижу В себя Плохо Я вижу В себя Мне становится Очень Страшно В присутствии Бога Святого Бога Мое Я Не может Никак Устоять И зачем Нам еще Узнавать Себя Больше Любим Больше Поклоняемся Давайте С вами Откроем Руки Седьмую Главу С 26 Сека Луки Седьмая Глава Луки Здесь такая история Когда Некто из фарисеев Просил Иисуса Откусить С ним пищи И он Вошел В дом Фарисея Возвлек Его Женщина Того города Которая Была Грешница Узнав Что он Скажи Учитель Он спасен Проявляются Наши старые Плотские Привычки Ненависти Зависти Отвержения Подавления Господства Куда Девается Новое творение Что случается С людьми Неужели Нам не заштукается Мы только Новое творение И достаточно Приходить Церков Чтобы славить Бога И жить По Образу Придуманному Мной Когда Я больше Вижу Своё сердце Когда Господь Открывает Всё больше И в глубину Этой падшей И верхой натуры Знаете Хочется Пасть К ногам Иисуса Хочется Обливать Его Эти ноги Слезами Хочется Благодарить Его Тогда Не просто От ума А от Его сердца Оттуда Идёт Поток Такого Благовония И я Эти моменты Очень и очень Люблю Они такие Прекрасные Они такие Замечательные Когда человек Оставляет Нечто Что Прилипло К нему Что Въелось В него Он долго С этим Боролся Он долго Страдал Он не знал И в конце Концов Победа И это Замечательное Состояние Наших сердец Когда мы Можем Возблагодарить От сердца И если Когда я вижу Своё сердце И понимаю Что за меня Христос Умер То я Я понимаю Что оно Такое И у других Людей Из-за них Христос Умер И мне Не нужно Бороться За власть За сферу Влияния Мне Нужно Всего лишь Научиться Любить Это творение Которое Так же Иисусова Приобретение Так же Уплачена За Него Цена Если бы Мы все Его поняли Мы наверное Перестали бы Суперничать Церкви Мы скорее бы Обняли друг друга Но не просто так Знаете От ума От всего сердца И поблагодарили Господа Друг за друга Как мы нужны Как мы ценны Как мы важны Друг для друга И Мы бы Если бы Мы вникали В себя Постоянно То Мы бы наверное Просто разговаривали С одной сестричкой Недавно Когда она Смотрит в своё сердце Видит его И она говорит Суд ко всем Отпадает сразу Судебные Исполнители Умолкают Законодательные Органы Тоже Внутри Внутри Моего сердца Всякие Претензии К людям Мертв Остаюсь Я и Бог И это Важные моменты Это Очень Можные Важные моменты Но слово Более говорит Что Чтобы мы были Не такими Которые Посмотрелись В слово В зеркало И отошли И забыли Об этом Слово Более Нам рекомендуют Что мы должны Исполнять Это слово Помнить об этом О нашем Несоответствии Христу Скажите Пожалуйста В течение дня Как часто Вы вспоминаете О несоответствии Христу Как часто Приходят Эти мысли Что нужно Еще сделать Для того Чтобы Упоглибиться Христу От чего Нужно Отказаться Что нужно Отвергнуть Что нужно Оставить В течение Дня Часто Приходят Такие мысли А утром Я обычно Утром Встаю И думаю Так Значит Это надо Сделать Туда Надо Сходить Этим Людям Нужно Позвонить И так Далее И о Христоподобии Я забываю И после Того Как только Я вижу Свою Плохую Привычку Которая Вышла Из меня Вылетела Из меня Только После этого Я начинаю Думать А Так Это же Все-таки Что-то Какое-то Что-то Здесь Не то Но потом Я опять Суете Забываю Забуды Века Сего Они Начинают Меня Вводить В Какие-то Мероприятия Какие-то Дела И опять Забываю О Христоподобии Кто У тебя Будет Заниматься Внимая Свои Учения Кто Будет Заниматься Работой Над Самой Кто Будет Изменять Свой Образ В Образ Христа Скажите Пожалуйста Это Пастору Надо Или Это Каждому Из Нас Надо Представь Перед Господом И Бог Сказал Будьте Святы Как Я Свят Уподобь Здесь Мне Делайте То Что Я Говорю Если Любите Меня Исколните Заповеди Мои И Когда Человек Видит Себя Он Начинает Больше Любить Христа Ибо Это Есть Великая Заповедь Возлюбить Бога Своего И Ближнего Своего Как Самого Себя Когда Я Вижу Себя За Что Уплачена Цена Христа За Что Он Умер За Кого Он Умер То Я Знаете Я За Себя Наверное Не Умирала Ничего Хорошего Нет Ничего Хорошего В этом Старом И Человеке Нет Но Христос Умер За Него Великая Цена Заплачена Профита Текла Именно За Нас Западших И грешных Как Какого Должно Быть Наше Благодарение Какого Наше Должно Быть Смирение Что Именно За Таких И Проблема Верующих Это Самоправедность Харисейство Я Не Таков Как Тот Грешный Я Не Такова Как Эта Блудница Как Тот Алкоголик Эти Люди Они Люди Мира А Я Уже С Богом У меня Все Хорошо У меня Уже Спасение Есть И Мне Можно Расслабиться На самом деле Нам Нельзя Расслабляться Потому Что Закон Греха И Смерти Это Закон Сильный И Чтобы Идти Против Него Законов Духа И Жизни Нам Нужно Хорошо Прокреплять Нам Дух Потому Что Ты Идешь Как будто Против Течения Ты Идешь Как будто Бы Каждый Раз Прилагаешь Усилия Делаешь Шаг С Большим Усилием И Ты Только Расслабился И Ты Уже Видишь Как Ты Отброшен Назад Поэтому Нам Нельзя Расслабляться Нам Надо Каждый День Прилагать Усилия Для Того Чтобы Побеждать Плоское Своё Я Что Отличало Фарисеев От Не Фарисеев Ну Там Иисус Говорил Вы Гробы Опрашенные Вы Только Внешне Хороши А Внутри Жизни Нет За Что Ненавидел Фарисеев Как Вы Думаете Что Это Такое Что Это Ну Он Прогласен Что Делаете Очень Более Худшим Чем Вы Сами Поэтому Обращаемся Ну Вот Я Размышляла Над этим Фарисеев Вот Это Вот Понимаете Вот Это Двуличие На Устах Одно Внешне Всё Хорошо А Внутри Жизни Нет И Это Есть Несоответствие Бог Бог Хочет Чтобы Не Было У Нас Раздвоенности Бог Хочет Чтобы Мы Были Одним Целым Одной Личностью Не Должно Быть Такого Лицедейства Не Должно Театра Не Должно Быть Благочестие Оно Не Должно Быть Только Внешним Оно Должно Исходить Из Сердца Бог Говорит Что В книге Воси Благочестие Ваше Как Краса Как Туман Стало Солнышко И Все Исчезло Я Как-то Работала В Христианском Приюте И Я Очень Сильно Удивлялась Придя Туда Я Такая Духовная Вся И Оглая Я Удивлялась Почему Моя Духовность Слетает За 5 Минут Вот Я Духовный Человек Но Когда Я Приходила И Видела Что Там Происходит И Слышала Что Там Говорят У меня Тоже Вылетают Подзатыльники Потому Что Солнышко Это Было Невозможно И Я Внешне Рассказываю Детям Как Надо Правильно Себе Вести И Как Надо Бога Бояться И Тут Я Своими Силами Могу С ними Разобраться В Куда Прав И Разнести Вот Все Моя Духовность Вот Оно Благочестие А Однажды Когда Из Меня Вылетело Плохое Всего Лишь Пустое Оно Видимо Людям А Бог Ты видишь Благочестия Нет Нет Вот Этого Соответствия Нам Надо Приводить Соответствие Поступки И Серса Нам Надо Приводить Нам Надо Приводить Соответствие Нам Надо Над Этим Работать Чтобы И Поступки И Внешнее И Внутреннее Оно Было Как Одно И Бог Нам Дает Такую Возможность Узнать Что Есть Что Кто Есть Кто Слово Божие Говорит Что Божие Слово Говорит По плодам Узнаете Их Узнать Можно По плодам Какие Плоды Таковые Корни Плоды Это Внешние Поступки Корни Это Внутренний Человек То Как Каков Сердце Человек Так Он И Будет Вести Себя Вы Замечали В себе Поступки Недостойные Господа Неблагочестивые Замечали? Замечали? Да Каковы плоды? Что делаем С этим Плодами Обычно Плод Нехорош Накричала На мужа Поставила его На место Мужу Вове Да Сказала Стань на место Громким Голосом Указала пальцем Что ему надо делать И потом Еще Тоже Указала И Пришла Бога И Молюсь Дальше Господь Изменимый Мой муж Господь Изменимый Мой муж Господь Дай Ему Дух Покаяния Господь Приведи Протости Водержания Я говорю Хорошо Господь Сделаю Мы Сделаем Плоды Я решила Не кричать Нам можно Я не решила Не указывать Ему пальцем Где его место Меня Хватило Ровно На два дня В следующий раз Все то же самое В следующий раз Все то же самое Вы встречались Таким грехом В своей жизни Когда вы говорите Ну все Я больше Не буду Я буду делать То что Бог хочет И через некоторое время Все то же самое Опять появляется В ваших плодах Что вы с этими плодами Тогда делаете Вот когда они появляются Не те плоды Не те которые Описаны Словой Божьей Покаянемся Что расстраиваемся Покаянемся Покаянемся Расстраиваемся Когда же иногда плачем Но опять же Привешиваем новые плоды себе Привешиваем их Это называется Приклеиваем плодами Когда мы не меняем сердце А меняем только плоды Мы пытаемся Изменить себя Только во внешнем поведении Но не пытаемся Изменить себя в сердце А Бог Смотрит всегда На сердце Аминь Я вам говорю Сердце сокрушенное И смиренное Я не призю Сокрушенное И смиренное Перед Богом И поэтому Очень важно По плодам Узнавать что в сердце По плодам Не плоды менять А пытаться Проникнуть в это сердце И посмотреть Что же за желания Там лежат Какие ценности там Что меня ведет К этим поступкам Вот И давайте Откроем второзаконие Восьмую главу Второзаконие Семеновая глава Очень важное место Писания Второй стиль И помни Весь путь Которым вел тебя Господь Бог твой По пустыне Вот уже 40 лет Чтобы смирить тебя Чтобы испытать тебя И узнать Что в сердце твоем Будешь ли хранить Заповеди его Или нет Итак Бог Ведет нас Очень часто Вводит нас в пустыне Для некоторых вещей Чтобы смирить Чтобы испытать И чтобы узнать Что в сердце твоем Скажите пожалуйста Знает ли Бог Что в моем сердце А зачем ему узнавать Чтобы мы узнали И он хочет это узнать Из наших уст Чтобы мы это Исповедовали Он хочет узнать Из наших уст Обратите внимание Много ли в церкви Покаяния За неправильное состояние сердца Много ли в церкви Покаяния За изменение Ростыковойности Вообще нет Вообще нет Больше чаще Хаимся за Какие-то внешние Только лишь поступки Но Вы помните Четыре вида почвы Четыре вида почвы И только одна из почв Приносит Добрый плод Это готовая Мягкая Хорошая Почва Куда можно Слово Божьему Осесть Укорениться И дать сходы Коды Все остальное Нужно менять Все остальное Нужно работать Над всеми этими Видами почвы При дороге Комянистая Работать надо Над собой Над сердцем Когда заботы Века Всего Они как тернии Заглушают Сходы Слова Божьего Над этим Надо работать И когда мы Этим не занимаемся Когда мы Не работаем Со своим сердцем Это просто Беспечность Это наша Беспечность Когда мы думаем Что у нас Все в порядке А работать нужно Кто имеет дачи Кто имеет участки Очень хорошо Все это понимают Если землю Не Если землю Не пропалывать Если Не ждать Пока Оттает Лед И выходить И сеять На ледяное На то что Каменное На то что При дороге Смысла нет Земледельцы Это знают Но христиане Почему-то По своими почвами Не работают А это Очень и очень важно Идя в собрания Готовить Своё сердце Для того Чтобы Слово Принять Принять Слово Не просто В разную Сударь Семечка Положить А чтобы Она опустилась В сердце Принять Ему сердцем И тогда Из этого сердца Будет нечто Произрастать Богу угодно Ветхое Ветхое Испорченное Плохое Упадое Оно не годится Никуда Но мы Из этой системы Живем Из этого Питаемся Из этого Произрастаем Но это Нужно будет Отложить И сейчас Мы дальше Будем Рассматривать Итак Рассматриваем По плодам Узнаем И Солом Первый Говорит Что Дерево Оно питается От корней Плоды Плоды Растут От корней Итак Значит Мы работаем Для того Чтобы Узнать Что в нашем Сердце Это Прообраз Корней А поступки Это Прообраз Плодов Понимаете Что я говорю И поэтому Надо нам Проникнуть Туда Псалом Первый Иеремия 17 5 8 Они говорят О том Что Человек Похож Иллюстрация Человека Это Дерево Человек Который Делает Опуру Свою Плодь Не Надеется На Господа Это Дерево Сухое Оно Пустыня Человек Который Делает Напор Свою Господа Псалом Первый Показывает Что он Будет Как дерево Посаженное При потоках Вод То есть Наши Корни Должны Быть Боли Божьи Наше Сердце Должно Слово Божье Чтобы Оттуда Из этого Сердца Произрастала Наша Жизнь Текла Наша Жизнь Аминь Давайте Откроем Матфея Матфея 7 глава 24 стиха Матфея 7 глава 24 стиха Итак Сятого Кто слушает Слова Мои Эти И исполняет Их Уподоблю Мужу Благоразумному Который Построил Дом Свой На Камне И пошел Дождь И разлились Рейки И подули Ветры И устремились На Дом Тот И он Не упал Потому что Основан Был На Камне А Всякий Кто слушает Эти Слова Мои И не Исполняет Их Уподобится Человеку Безрассудному Который Построил Дом Свой На Писке И пошел Дождь И разлились Рейки Подули Ветры И налегли На Дом Тот И он Упал И было Падение Его Великое Писание Характеризует Так Людей Муж Благоразумный И муж Безрассудный Благоразумные Которые Живут Исполняя Волю Божью У них Основание На Слове Божье А Безрассудный Тот Кто Сделает Своё Основание Своё Понимание Своё Разумение Свою Систему Ценностей Ну Например Ситуация Какая Какая Нибудь Приходит В жизнь Человека Вот Просто Расскажу Ситуацию Которую Была Совсем Недавно С одной Сестричкой Пришло Письмо Из Суда Ей Нужно Явиться В суд А это В России Ей Нужно Срочно Явиться В суд Она Кормящая Мама И она Никак Не может Оставить Себёнка И поехать В этот суд Что Первое Приходит В голову Обычно В таких Случках Молится Хорошо Если Молится Сначала Был Страх Сначала Был Дикий Страх Что Происходит Почему Я должна Туда Ехать Значит У меня Хотят Отнять Квартиру Отнять Детей И пошло И пошло И пошло И пошло После того Как После того Как время Прошло Молитва Была И Бог И Бог Открыл Что Это неправильно Это Нехорошо Это Совсем Плохо Лететь Это Ужас Звучит Потом Когда Мы с ней Размышляли Я говорю Почему Ты Рествовал Что Ребят Берут Детей Страшно Страшно А вот И начинает Приведить Какие Текстуры Где Она Начиталась Наслушалась Откуда Мы берем Черпаем Свои Знания Откуда Мы берем Своё Основание Для Каких Реакций Для Какие Убеждения У нас Откуда Мы живем Из чего Мы черпаем Подумайте Сами В первую очередь Быватель И то Что Она Знала Из Рассказов Других Людей Из Фильмов Из Ужасов И Из Каких Таких Страшных Историй Там Где В конце Концов Отбирают Детей Но Где Живут Бог 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 Потом Но Вначале Это Что Казалось Её Своё Я Понимаете Вот Эту Систему Но Если Было Основание Слова Божьего Никто Не поколебрится Когда Стоит На Камне Будут Ведуть Ветра Будут Шуметь Штамма Будут Гозы Ливни Всё Что Угодно Град Будет Но Когда Человек Стоит На Слове Божьем И Именно На Откровении Слова Божьем В жизни Человека Такая ситуация Что ты не можешь Даже Слово Взять Сразу Но Потом Когда Ты Молишься Бог Дает Это Слово И Ты На Него Становишься Всё Тебя Ничто Никогда Не Смутит Я Учу Семинарии И У нас Есть Работы Очень Сложные Которые Не Всегда У Мне Получается Делать Правильно Делать Хорошо И От Этого Я Приходила В Господь Неужели Я Никогда Этого Не Учусь Неужели У 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 Такое Смущение Такое 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 Плохое Состояние Когда Ты Какой-то Ничемный Становишься Неспособный Такой Маленький Такой Вот Ну Какой-то Пигмень Прямо И Господь Мне Однажды Дал Слово Да Не Смущается Сердце Ваше Веруйте В Бога И В Меня Веруйте Это Слово Меня Ободрило Это Слово Дало Мне Силу Это Слово Дало Мне Основание На чем Мне Строить Дальнейшее Ранношение К этому К этой Учебе И Когда Мне Было Плохо В очередной Раз Приходила Ситуация Когда Что-то У меня Не Получалось Я Вспоминала Слово И Говорила Сама Себе И Да Не Сущается Сердце Мое Мое Рисо Поднималось К Господу Оттуда Приходила Сила Оттуда Приходил Свет Оттуда Приходила Мудрость И Моя Работа Получалась Оказывается Все Легко И Просто Когда Бог Дает Это Слово И Когда Ты На Нем Стоишь Ты Простираешься Из Этого Слова Ты Реагируешь Из Этого Слова Ты Правильно С Богом Имеешь С Богом Правильное Отношение Твое Лицо Не Поникает Как У Кайна Но Не Получилось Жертва Не Принесена Там Нужная Ну И Все Я Там Несчастная Я Там Больной И Депрессия Можно Уйти И Очень Часто Это Происходит С нами Очень Часто Совсем Недавно Тоже Была Ситуация В семье Моему Старшего Сына И Мне Было От Что Произошло Недавно Оно Оно Было Превыше Моих Сил И После Того Как Я Понимаю Что На Сердце Лег Камень Очень Тяжелый Камень Я Подняла Своё Лицо К Богу Потому Что Я Помню Опять Так То Слово Не Смущается Сердце Ваше Верите В Меня И Бога Верите Я Подняла Лицо Своё Богу И Сказал Господь Я Не Буду Утяжеляться Этим Событием Я Не Хочу Чтобы Эта Ситуация Выбила Меня Настолько Чтобы Я Перестала Тебе Служить Чтобы Я Перестала Радоваться Чтобы Я Перестала Славить Тебя Я Не Буду Этим Утяжеляться Я Сказала Два Три Приложения Пришёл Мир Пришла Радость Пришёл Подъём Оказывается Всё Легко И Просто Нужно Только Стать На Основание Слова Божьего И Никакую Штору Не Смущая Человека Я Говорю О своих Победах Но Если У меня И Поражение Так Что Это Не Значит Что Я Только Победитель У меня Часто Бывают Поражения Итак Муж Благоразумный И Муж Безрассудный Муж Благоразумный Который Слушает И И И И Сполняет Слово Божье А Безрассудный Чем Делает И И И И И И И И Как Хотите Чтобы С Нами Поступали Люди Так И Вы Поступаете С Нем Почитайте Другого Выше Себа Как И И И Жду сделок. Задумываемся. Или остаемся так, как есть, в своей системе ценностей, не проистекая из царства, не проистекая Слово Божьего. Нам надо очень серьезно посмотреть на свое состояние, на свое отношение с Богом. Давайте откроем Емельминам, восьмую главу. Емельминам, восьмую главу, шестого стиха, вычитаем. Повышления плотские суют смерть, а помышления духовные здесь и нет. Потому что плотские повышления суют правда против Бога. Ибо законы Божьи не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Помните, в прошлый раз я вам покрытывала на тему, откуда у нас правда и распредель. Не от вожделений, не ваших, проюющих, а членов ваших. Помните, я говорила, что вожделения это такие желания, которые хотят получить нечто от других, чтобы душе было комфортно и хорошо. Многие желания очень и очень даже хорошие, нормальные, спокойные. Но когда на пути моего желания становится кто-то, чтобы это получить, то я начинаю бородовать с этим объектом. Я начинаю бородовать с этим человеком. Я приводила такой пример, когда неуставшие от заботы иду домой и хочу принять душ и попить чай. И когда я прихожу домой, душа нет, потому что воду отключили, чая нет, потому что свет отключили. И я начинаю нервничать и враждовать жестом, с коммунальными службами и прочими лицами, кто помешал мне это сделать. У нас в Беларуси такое бывает, так что не готовьтесь. Вот эти вот желания, которые я в сердце обращаю, они лежат в сердце, они исходят из сердца. Я хочу, чтобы мой муж перестал пить. Что плохого в этом желании? Но я хочу это ради себя, не ради него, не ради Господа. Я хочу это ради себя. И поэтому я буду зудеть, я буду пилить, я буду говорить мужу много-много раз, когда наконец прекратится твое пьянство. Когда ты перестанешь пить. Ты денег не приносишь, ты меня не любишь, ты детей не смотришь. То есть между мужем, который не бьет, и мной встал муж, который бьет и не хочет никак оставить пьянство. И я враждую против него, потому что я не могу получить от него то, что я хочу. Тот образ, который я хочу, чтобы носил мой муж. Муж должен быть носителем моего образа. Я знаю, что надо ему делать. Я понимаю, как ему поступить. И я хочу это от него получить, а он не дает. И, конечно же, я враждую эту песню. Конечно же, я убавлюсь. Даже могу совместить с чем голосом. Но это будет правда. Это не значит, что нужно отвечать с ним. Итак, живущие по плоти Богу угодить не могут. Вот это наша плоская система ценностей. Это то ветхое, что я накопила, что я приобрела, что я читала, училась. И сейчас там нет плохого ничего в этом. Но суть такова, что как я использую это. Как я использую против других, против себя, против Бога и так далее. И если я не хочу отвергнуть это я, потому что она мухавая и спорщена, ничего там хорошего нет. Ну, вот я вот рассказала про мужа. Ничего плохого нет в том, чтобы муж не пил. Но то, что я хочу получить для себя. Вот это вот. Мы же эгоисты. Мы же все живем ради себя. Редкий человек отрекся от себя настолько, чтобы жить для Христа полностью. Редкий человек. Редкий человек настолько отказался от своих желаний, чтобы жить только ради Христа. Когда мы покупаем свои квартиры, когда мы покупаем свои машины, когда мы покупаем новые мобильники. Обратите внимание, почему мы это делаем. Если у человека является ценностью принятия от людей, он будет стремиться и образование получать, и одеваться хорошо, стильно. И что-то еще делать, может даже в церкви много служить. Но если его мотив, желание принять, чтобы меня принимали люди, то это плоское желание. Это не ради Господа, это ради себя. Понимаете суть? Много есть желаний, но их нужно различать. Хорошие или неплохие, плоские или духовные. И плоские отвергать, а духовные оставлять. Какое может быть духовное желание, когда муж алкоголит? Какое может быть духовное желание? Пусть он пьет себе. Пусть он дальше, когда он говорит, что пить. Что делать? И часто на эти вопросы нет ответов, и часто и я сама, и многие люди, с которыми я общаюсь, они задают вопросы. Ну хорошо, я отвергаю себя, а что дальше? А что дальше с этим делать? И действительно, ты не знаешь, как поступать. У тебя нет этого нового. Есть наработанные привычки, есть наработанные слова, есть наработанные поступки. Но нового еще нет. И это нужно практиковать. Благочестие нужно упражняться. Но сначала нужно... Давайте мы сейчас с вами актуем... Ефесянам, четвертую главу. Ефесянам, четвертую главу. Я с вами актуем. Отложить прежний образ жизни 21. Потому что вы слышали в нем И в нем научились так, как истинно в Иисусе Отложить прежний образ жизни ветхого человека И сливающего в грузительных кокотях А обновиться духом ума вашего И обречься в нового человека Созданного по Богу Праведности и святости истины И вот нам Писание дает рекомендацию Что нам нужно делать Отложить прежний образ жизни ветхого человека Прежний образ жизни ветхого человека В греческом языке обозначается словом Аннастропа И обозначает образ жизни, поведения, поступки, манеры То есть это то внешнее, что является видимым в нашей жизни А изливающего в обрастительных кокотях Обозначается греческим словом Эпитомиас Это правящий порыв, неумеренное сильное желание Выражение греховной природы Которая стремится расходствовать и порабощать Дальше написано, что обновиться духом ума То есть если мы обновимся только в анастрофе В плодах, мы отложим перед ним образ жизни Мы отложим привычки И поменяем на другие То неизмененное сердце, оно все равно даст по себе знать Вы знаете, бреет Когда вырываешь в одном месте Он вырастет очень хорошо в другом месте То есть бороться-то надо не с надежной частью Вот это с этим коком Значит, откладываем прежний образ жизни В привычках, в поступках, в словах Которые исходят из каких-то ценностей Из каких-то желаний, из сердца И нам нужно найти эту ценность Я вам привела пример ценностей принятия людей Мне цену, когда люди меня хвалят Когда люди меня принимают И для этого я живу Чтобы получить от них, опять-таки, принятие похвалу Это есть идолопоклонство Это неправильный образ Бога Неправильная жизнь И от этого нужно уйти Итак, откладываем поступки И откладываем ценности Свергаем Ради Христа это делаем Не ради себя, не ради чего-то А ради Христа Отвергаем душу свою Отвергаем эту жизнь свою Которую мы накопили Она в нашем сердце И обновляемся духом ума нашего Облекаемся в нового человека По образу подобного Бога Созданного по Богу Праведности и святости истины И когда мы отвергаем вот эту ценность Нам нужно заменить какой-то другой ценностью На это место нам нужно поставить Христа Значит, принятие у людей мы заменяем На принятие Бога Бог нас принял Нам надо что-то еще для этого делать Нам ничего уже не надо делать для этого Не краситься Не задамажно Просто вот когда мы говорим Допустим, отложить привычки и ценности Это так сильно понятно Но когда мы говорим Поставить на это место Христа Не привычка Это вообще не понятно Я могу в конце ответить на вопросы Позже Хорошо? Кому понятно, расскажите Поднимите руки Кому понятно Ну кому не понятно? Ну непонятно Коя что Ну Смысл объясняется часто Дело в том, что Это подробно можно объяснить детально Разобрав некоторые привычки И посмотрев Из какой ценности это условие Я сейчас говорю общий принцип Я рассказываю об общем принципе А детально это уже можно посмотреть Мы вот когда с Леной Посматривали сердце Мы находили эти ценности Да? Можешь подтвердить это? Каким образом это мы делали? Пару что скажи? Мы рассматривали ситуацию конкретную Реакцию естественную на ситуацию Дальше То есть что в этой ситуации вылазило? Какое поведение? Какие чувства? То есть что вообще происходило? И что это поднимало во мне? То есть потом Почему я так поступала? Чего я хотела добиться С этим поведением? Своими там Ну то есть Анализировать Анализировать то есть все дальше Как бы Что Ну почему именно Почему такое поведение Что я хочу этим добить В конце концов Как бы докапываешься до ценности То есть чего ты на самом деле искал Когда ты так себя вел На самом деле Это делается Когда учишься этому Когда учишься вникать в себя Это делается быстро Когда это непонятно Дальше плодов ничего не видно Вот видишь только плоды А почему ты поступил Я не знаю Знаешь Но к слову же говорит Вникай в себя Вникай в себя Именно туда Боже Разберись со своими желаниями Разберись Откуда это исходит И что для тебя Очень важно и ценно И ради того будешь И ты будешь Ради этого жить тогда Понимаете? Не ради Христа Христу для нас ценят Да Мы это говорим Мы поем Мы прославляем его Мы утверждаем Что мы его любим Но приходит ситуация И очень заметно Ради чего я живу Какой бы пример привести Либо со страхами Равно Либо со страхами Да Хорошо Сейчас пойдем дальше Потом может быть Я вспомню какой-то пример Ну суть такова Суть такова Что писание нам рекомендует Отложить Причем Писание обозначает это Двумя греческими словами Которые имеют совершенно Разное значение То есть это не одно и то же И поэтому мы понимаем Что мы откладываем И плоды И внутренние желания Откуда исходит это И делаем это постоянно Это делаем постоянно Сколько мы будем Менять себя Сколько мы будем жить Сколько мы будем На этой земле Столько мы будем Борозов со своим Медхим Бог нам оставляет Остатки Верхней природы Для того чтобы мы Понимали кто мы все Все так Нуждались в нем Не скажешь Нуждались в нем Нуждались в нем Чтобы мы все таки Понимали кто мы Истинное смирение Приходит тогда Когда мы создаем Кто мы Какие мы падшие Существа В своей Верхней натуре И каков Каково величие Бога И каков Он в своей милости И сострадании Любви к человеку Что все таки Он умер за нас И это делать Нужно постоянно Когда мы уходим От этого понятия Мы как тот Блудный сын Уходим Своей дорогой На свои пути Мы ищем Чего-то Чего нашей душе Угодно И когда мы понимаем Что от Нашего выбора Ничего хорошего В нашу жизнь Не пришло Мы возвращаемся В Бог Мы возвращаемся В Бог И каждый раз Когда мы возвращаемся Для души На крыто На крыто Когда-то у меня Была такая ситуация Когда я Очень резко Выразилась По отношению К этому человеку И Бог мне сказал Что у меня Пустое благочестие Я попросила Господь Я же попросила Прощение у тебя И Бог мне сказал Что ты попросила Прощение От ума Но не от сердца Это действительно было Но на тот момент Мне казалось Что я попросила Прощение Когда мне Бог Это открыл Я действительно увидела Что это было От ума Но не от сердца Сердце по мне Было задействовано Я просто сказала Дежурное Прости Господь Я соглашила Я попросила его, говорю, ты мне помоги покаяться от сердца. Дух Святой коснулся, и произошло вот это сокрушение. Перед тобой согрешила. Этот древ был сделан перед тобой, и я вкаюсь. И это было совсем другое покаяние. После этого пришла радость, пришла в небо. И Бог мне преподал такое слово, такое пищу мне преподал из Писания. Он мне открыл много мест Писания, где говорилось о том, что если ты хочешь жить, и любишь недолгоденствие, удерживай язык свой от зла, и устасный коварный слог, и так далее, и так далее. Он мне накрыл стол для души моей. Я так радовалась, и думаю, господи, может чаще согрешать тогда, чаще слово буду. Нет, конечно, что это наше понятие. Римлянам 12.2 говорит, не сообразуйте светом этим, но преобразуйтесь обновением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Преобразование ума. Преобразование нашего ума и сердца. Я добавляю сердце, потому что это очень важно. Только преобразование ума в незадействие на сердце. Это очень сложно жить в разбойном состоянии. Умом понимаешь, а сердце не готово открываться для Бога. А сердце ожесточено. А сердце каменное. И это самое страшное состояние. И Бог мне однажды дал это испытать, когда я умом понимала, а сердце было закрыто. Это состояние ада. Не дай Бог попасть в это состояние. И эта ситуация пришествовала в другую ситуацию, когда один человек говорил, не на Весарда, молитесь за меня, молитесь за мое сердце. Оно у меня не воспринимает слово. Я говорю, как это может быть? Как это может быть? Это же так легко. Раз и понял. Раз и принял. Непонятно. И Бог мне дал это испытать. Мне было очень-очень страшно. И я была рада, когда это состояние ушло. Это ад. Это состояние Иуды. Когда ты понимаешь, что ты согрешил, а сердце не может покаяться, он не имеет покаяния. И когда Господь нам дает покаяние, это самое лучшее, счастливое время для того, чтобы как-то грешница воздить эти слезы. Вот это вот то, что Богу благословение неприятное поднимается, вот наше раскаянное сердце и осознание, что ты грешный, что ты имеешь Бога, который к тебе снисходит, любит, милосердствует, любит, а ты можешь ему ответить тем же. Неправильное состояние, когда человек думает, что он сам себя может исправить, изменить. Это работа Бога, сердце, работа Бога. Мы только открываем ему свое сердце и говорим, Господь, я осознаю, что ты грех, но я от него отрекаюсь. И приходит Господь, который освобождает. Старое и ветхое, оно, это как одежда, которая подъелась, которая очень глубоко сидит на нас, хорошо пристала, прилипла. И для того, чтобы ее снять, для того, чтобы не снять, надо большое усилие приложить. И поэтому нам надо с дерзовением, с желанием, с приложением сил туда приходить к Господу, в поста, в молитвах, для того, чтобы это свое плоское я отвергать, свое представление отвергать. Когда у меня было неправильное представление о том, как любить человека, и мне долго не получалось принести к лоб любви, очень долго. Годы ушли на это. Но когда я узнала, что у меня очень мало остается времени, потому что, вы знаете, что дерево бесплодное, оно сступается, бросается в огонь, Бог говорил мне о том, что я должна принести к лоб любви. Но я думаю, что, да, я знаю, что я должна принести к лоб любви. Да, я понимаю это. Но у Бога на все есть свое время. Я поняла, что мое время заканчивается. Когда я это поняла, я привлажила очень много усилий, очень много молитв, поступок, для того, чтобы вот это плоское свое представление о том, каким должен быть человек. Оно ушло. Оно у меня просто разорвалось. Львовь не стала. И любовь больше потекла естественным путем. Потекла к этому человеку. Там не надо ничего не прилавать, никаких усилий. Там не надо ничего делать. Ты просто убираешь это представление. Но для того, чтобы оно убралось, это нелегко. Почему я могу договорить путь такой узкий и трудный? Трудный и узкий. Тяжело идти этим путем. И беспечность нам, это плохая, совечица, плохая попутчица. Нам нужно дерзновение. Примеры дерзновения, вы видите, в Библии всегда были одобрены Иисусом. Закхей, который залез на дерево, женщина, страдающая кровотечением. Кто еще? Братимей, который кричал, Иисус прошел мимо, он потом вернулся. Примеры дерзновения, всегда одобрены Христом. И поэтому нам нужно приступать с дерзновением к Христову благодати, чтобы получать, чтобы Рождественилась и получить благодать для благовременной помощи. Мы имеем благодать Божию во времени, в Духе Святом, который нам поможен. Мы имеем много ресурсов для того, чтобы побеждать, побеждать свое плоское я. Но есть ли в этом участие наше, согласие с Богом, чтобы пойти по этому пути, согласившись, дать вожжение своего я. все плоского. Есть ли это согласие? Чаще всего мы упрямимся и считаем, и так сойдет. И это ошибка. Это большая ошибка. Мы все придем на суд. Мы все придем на суд за наши пути, за наши поступки, за наши слова. Мы дадим, мы будем судить, мы будем давать этот отчет. Как мы провели время, куда мы его инвестировали, каким образом мы в этом времени жили. Мы часто говорим, да, надо молиться, да, надо поститься, да, надо читать Слово Божие. Мы говорим, это дежурно. Мы не осознаем важности, с какой целью надо это делать. Мы не осознаем того, не имеем такого страха Божьего, с какой целью нужно это делать, приходить в присутствие Божие, брать в руки Писания. Я сама замечаю, как я беру в руки Писание и прочитываю несколько страниц и ничего не помню. И я возвращаюсь обратно и начинаю внимательно читать. Я читаю несколько стихов внимательно, а потом опять понеслась быстро. Я возвращаюсь опять в это место Писания и начинаю читать внимательно. и потом я начинаю молиться. Господь, я не могу без тебя читать Писание. Помоги мне. И тогда приходит Бог. Когда ты искренне, обращаешься к Нему с искренним искренним, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству. Я могу себе поставить галочку, что прочитал опять главку или сколько-то мечтаю в день, но от этого пользы никакой. Я ничего оттуда не взяла, ничего не вкусила, ничего не выпила, она не растворила первую и так далее. И у меня было пустой времяпровождение. И Господь все это видит и знает. Поэтому беспечности не должно быть. Те, кто учился, те, кто работает, вы прекрасно знаете, что на занятия нужно ходить, экзамены нужно сдавать, диплом нужно защищать, на работу нужно ходить, не надо туда опаздывать, нужно выполнять эту работу. Но почему-то, когда мы приходим ко Христу, у нас полнейшая беспечность, мы даем себе больную волю. Как хотим, так и живем. И очень часто утверждаем, что да будет воля моя. Мы говорим, Господь, да будет воля твоя, но сердце моё говорить, да будет воля моя. Я так хочу, я так прошу тебя, сделай это. Пусть Господь нас благословит в этом труде у моей души, для того, чтобы преобразование в образ Иисуса Христа, он состоялся. Церковь стала столковым и утверждением истины. Врата ада не одолею. Аминь. И когда мы будем стоять на этом основании, мы не поколепимся, мы будем твердые и мужественные. Почему? Потому что это очень, очень прочное основание. Всё, никто не смутит, никто не сможет превозмочь. Это твердое основание. Поэтому это важный процесс. И нужный. И я молюсь о том, чтобы мне самой исполнять Слово Божие и самой стремиться к Богу. И давайте сейчас всё вместе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!